Меня зовут Константин, я являюсь руководителем компании Trinet Development и партнером в Trinet Group. Пару слов о нас. Большое количество направлений и стартапов в рамках нашей группы компаний. Есть производство, есть продвижение, есть контекстная реклама, есть SaaS-продукты, есть интернет-магазины. Первый кейс – это стартап-лица. Стартап по показу рекламы во Вконтакте. Механика следующая. Есть человек, он разрешает использовать его аватар в рекламе, и мы начинаем его друзьям показывать рекламу с его аватаром. Очень классная конверсия. Стоимость перехода была порядка трех рублей. И все было здорово. Пока Вконтакте не разорвал договор с нашим стартапом. На этом стартап закончился. Отсюда вместе с Алексеем мы сделаем вывод, что необходимо оценивать риски. И риски могут быть как долгосрочные, так и краткосрочные. И они могут быть в разных плоскостях. В данном случае был выбран единственный поставщик услуги. И на этом случилась наша неудача. Следующий кейс. Мы решили расшириться, расширить производство, расширить продвижение за счет покупки бизнеса. Очень много плюсов в этой всей истории. И нашли такую компанию. У нее были офисы уже в Москве и Брянске. Мы сами из Питера. Поэтому нам это было вдвойне интересно. Сказано, сделано. Договорились. Запустили общие работы. К сожалению, результат не совсем оказался тем, на который мы рассчитывали. Синергия оказалась достаточно низкой. Каждый бизнес сейчас в Москве и в Питере живут все равно отдельно друг от друга. И мы пришли к тому, что нам необходим был отдельный человек, отдельный руководитель, который бы ездил между офисами и настраивал бизнес-процессы. И делал бы их общими для каждого офиса. И в то же время перестраивал всю компанию во всех офисах под новую структуру под общую. Планирование – это одна из тех задач, которые обязательно надо решать до начала работ. И если планирование осуществляется сильным специалистом, то рисков о том, что планирование будет успешным, они будут ниже. Следующий кейс. 2009 год, кризис. Мы в рамках компании ввели более восьми направлений. То есть это продвижение, реклама, то же самое. В том числе было направление веб-факультет. Это организация конференций, организация вебинаров, семинаров. И когда случились сложности, стало понятно, что сложно отделить одно направление от другого. Непонятно, на что тратятся ресурсы и как оптимизировать каждое из направлений. Решение было очень простым. Это отделить все направления друг от друга. При отделении оказалось, что в рамках веб-факультета, во-первых, были пробелы, поскольку зарплату надо платить ежемесячно, а конференции были раз в несколько месяцев. Соответственно, доинвестировали направления, купили дополнительные конференции и вышли на доходность. Непрофильные направления, такие как хостинг, от них просто отказались. И тем самым сейчас у нас каждое направление является отдельной компанией со своей внутренней структурой и финансовой отчетностью. Это, в принципе, касается не только направлений, но и внутренних проектов в рамках компании. Сейчас достаточно много на конференциях об этом рассказывают, как классно в рамках своей веб-студии сделать свой проект или свой стартап. Надо учитывать обязательно, что, с одной стороны, если этот стартап не отделять от основного бизнеса, то может быть, наоборот, либо более низкий приоритет этого проекта, либо, наоборот, все силы будут брошены на этот проект, и клиенты будут не очень довольны таким исходом. Мы для себя выбрали стратегию полного хозрасчета. То есть, либо это деньги, либо это некий бартер, но каждая сторона четко понимает, какие услуги она должна оказать и что она получит взамен от другого направления. Пользуюсь случаем, если вы хотите получить бесплатное участие в конференциях, которые организует веб-факультет, то есть такая возможность в обмен на помощь в разработке проектов для конференций. Следующий кейс. В рамках E-Lama, я думаю, что с E-Lama практически все знакомы, в рамках E-Lama был разработан продукт для быстрого запуска контекстной рекламы. Он был разработан в виде white label, то есть продукт интегрировался с другими бизнесами. То есть, к примеру, это регистраторы доменов, биржи по продаже ссылок, и в рамках их портала предлагалось клиентам также запустить достаточно быстро контекстную рекламу. Результат был неудовлетворительный. Показатели были хуже данного сервиса, нежели чем если клиенты приходили напрямую в E-Lama. На текущий момент направление это закрыто. И сейчас я расскажу про причины, как только переключится слайд. Куда? Сюда? Ага, отлично. В причинах мы видим более низкую маркетинговую активность. То есть, в рамках E-Lama активность всю задавали мы сами. Мы постоянно участвуем в конференциях, проводим вебинары регулярные, рассылки и другие маркетинговые активности. Для наших партнеров тот продукт, который мы предложили им установить в рамках их сервисов, он был вторичен. И пользователи к нему относились более прохладно. Такой подход не взлетел. Та же самая история касается стартапов, когда есть сильный продукт, есть сильное решение, но маркетинг и организация продаж и построение воронки продаж оставляют желать лучшего. И это может привести к неудовлетворительным результатам. И замечу еще, что есть одна из сложностей при открытии новых направлений. Это кадры, свободных кадров, сильных специалистов на рынке очень мало. Это означает, что еще рынок продолжает расти. Спасибо.